Спасибо, господин президент, меня зовут Мэтью Брайза, я представляю Джеймстаунский фонд. Знаю, что мы не будем говорить о восстановительных работах, однако хочу отметить, что нахожусь под глубоким впечатлением. Стратегическое планирование, гигантский исполнительный и координационный процесс, разминирование, восстановление инфраструктуры и уже возвращение людей, обо всем этом мы только что говорили с ректором. В наше время нигде в мире нет второго такого места, где реконструируется полностью разрушенная обширная территория. Это невиданное явление, и мы становимся свидетелями этого, за что выражаем вам признательность. У меня будет как вопрос, так и комментарий. Я долгое время занимался этим конфликтом, и всегда позиция Азербайджана, лично ваша позиция, заключалась в том, что, конечно, вы хотели, чтобы суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были восстановлены, а азербайджанские вынужденные переселенцы вернулись. Но наряду с этим вы хотели, чтобы армянское население тоже вернулось, осталось и снова стало соседом с азербайджанцами. Вы упоминали об этом в нескольких интервью во время войны. Понимает ли это премьер-министр Пашинян и пытается ли он убедить в этом своих избирателей? Благодарю. Прежде всего, спасибо за ваши слова об увиденном и о наших планах по реконструкции. Мы действительно стараемся сделать все возможное для того, чтобы создать максимально удобные условия для бывших вынужденных переселенцев. Они этого заслуживают, так как 30 лет жили в тяжелых условиях. И это были не только тяжелые физические условия. Речь идет также о психологическом состоянии людей. В течение 30 лет лишенных родных очагов. Они жили в ожидании того времени, когда смогут вернуться. И сейчас, когда мы освободили эти территории, мы делаем все, чтобы ускорить этот процесс, но с полным пониманием существующих опасностей, главным из которых, как вы упомянули, являются мины. В то же время мы хотим сделать все соответствующим образом. Мы хотим, чтобы процесс шел ускоренными темпами. Но понимаем и то, что сделать это необходимо с использованием лучшего архитектурного опыта, лучших технологий, включая зеленые технологии, чтобы создать лучшие условия для жизни. Так что, по сути, освобожденные территории станут своеобразной демонстрацией нового подхода в градостроительстве. Поэтому думаю, что этот опыт будет очень полезен также для многих других стран и городов, которые сталкиваются примерно с тем же. Но для нас, конечно, самым важным было обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными условиями — работой. Кстати, хочу сказать, что трудоустройство — тоже одна из важных областей, на которой мы концентрируемся при планировании процесса возвращения. Большинство уже вернувшихся людей обеспечено работой, что еще раз демонстрирует, что подход абсолютно комплексный. Что касается вашего вопроса, хотел бы сказать, что в течение трех лет после окончания Второй Карабахской войны я несколько раз публично заявлял, что мы считаем армян, проживающих в Карабахе, нашими гражданами. Мы считаем, что они стали объектом манипуляций со стороны лидеров-сепаратистов. И мы предложили им условия, на которых они могут остаться и продолжать жить на этой территории. Это полностью соответствовало международному праву. Как я уже сказал, единственное, что они должны были сделать, — это подать заявление на получение азербайджанского гражданства. Также были рассмотрены вопросы, связанные с их безопасностью и правами. Мы неоднократно заявляли, что их безопасность будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджана и его обязательствами перед международными организациями. Что касается их прав, то мы публично заявили, что они будут обеспечены на этой же основе. Процесс затягивался. И тогда мы поняли, что между нами и армянами в Карабахе существует некая преграда. Была ли она установлена армянским правительством или местными сепаратистами, я не знаю. Но потом мы решили начать общение, и я назначил своего специального представителя, одного из наших депутатов, поручив ему начать разговор с представителями армянской общины. Мы даже договорились, что первая встреча состоится в то время еще оккупированном Ходжалы, на базе российских миротворческих сил. И эта встреча состоялась. Это была первая встреча, на которой мы предложили армянам остаться и интегрироваться. К сожалению, слово «реинтеграция», которое я много раз использую, было тогда воспринято с некой иронией, как со стороны армянского правительства, так и со стороны сепаратистов, тех самых сепаратистов, которые сейчас ждут своего приговора в СИЗО. Мы предложили организовать вторую встречу в городе Явлах, расположенном менее чем в часе езды от Карабаха, и проводить эти встречи регулярно. К сожалению, карабахские армяне, я имею в виду тех, кто считает себя лидерами, отказались. Мы многократно, по крайней мере дважды, приглашали их публично, но они отказывались. Так что никаких контактов не было. То есть они не хотели даже разговаривать с нами. И тогда мы решили использовать другие каналы, о чем заявили публично. Мы обнародовали наше предложение по реинтеграции. Оно было опубликовано. Вы можете найти его. Каждый может познакомиться с ним. Мы запустили электронный портал для реинтеграции, где может зарегистрироваться каждый, желающий получить азербайджанское гражданство. И, конечно, все права, которые мы им предложили, тоже были предметом дальнейших консультаций. Но, думаю, наши предложения были абсолютно приемлемы и основаны на лучших практиках, на европейских конвенциях о национальных меньшинствах и языках, праве на образование на родном языке, религиозных, культурных и муниципальных правах, праве выбора собственных представителей на муниципальных выборах. Мы даже поставили их в известность о проведении у нас муниципальных выборов, намеченных на конец 2024 года, чтобы они тоже могли участвовать. Они могут выбрать собственных представителей в качестве руководителей муниципалитетов. А что еще мы должны были им предоставить или предложить? Это был максимум возможного. И все это происходило абсолютно прозрачно. Это же предложение мы отправили в столицы, которые хотели быть посредниками. Я имею в виду Европейский Союз, Брюссель и Вашингтон. Так что мы сделали все абсолютно прозрачно. Но они сказали нет. И знаете, когда они согласились встретиться? Только после 20 сентября. Их представители приехали в Явлах после 20 сентября, когда нам уже пришлось применить силу для восстановления нашего суверенитета. И приезжали дважды, а не один раз. Спрашивается, почему они не приезжали раньше? Если бы они сделали это раньше, то отпала бы необходимость в антитеррористической операции. Вот так обстояли события недавнего прошлого. А что сейчас? Наше предложение действительно и сейчас. Наш электронный портал продолжает функционировать. Уже зафиксировано несколько обращений со стороны армян Карабаха. Некоторые из них предпочитают остаться и живут там. Представителям Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено заботиться о тех, кто не в состоянии обеспечить себе жизненные удобства. Потому что сейчас на этой территории есть необходимость в защите со стороны социальных агентств, чтобы обеспечить людей продуктами питания, отоплением и другими средствами к существованию. Я бы сказал, их там не так много осталось. Но те, кто остался, о них позаботились. А те, кто хочет вернуться, могут воспользоваться механизмом, о котором я вам уже сообщил. Это было через Россию. Или у них есть вверх. Поэтому они должны думать о том, что они предпочитают эти заявления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!